Привет, любители науки! Сегодня будем удивляться заразности боли, детской кроватке-самокачалке и играм для выздоравливающих после инсульта. Подробности далее. Ученые провели эксперимент, который позволил доказать заразность боли. Выводы опыта справедливы, по крайней мере, для мышей. Эффект случайно обнаружил нейробиолог Андрей Рябинин из университета Портланда. Ученый проводил исследования на мышах, страдающих от абстинентного синдрома. Мыши в состоянии наркотической ломки имели пониженный болевой порог, но чувствительность к боли повышалась и у мышей, которые просто находились поблизости и ни от чего не страдали. По мнению нейробиолога, все дело в запахе, которое исходило от мышей, чувствовавших боль. По всей видимости, речь идет о специальном механизме, с помощью которого грызуны предупреждают сородичей об опасности. Дети, как правило, просыпаются по ночам от любого шума и организовать место, в которое бы не поступало вообще никаких шумов, непросто. Доктор-педиатр Харви Карл совместно со швейцарским дизайнером Иво Бехара и командой из лаборатории Массачусетского технологического института представили идеальное решение проблемы. Кроватка во время спокойного сна ребенка постоянно излучает белый шум, тем самым подавляя внешние звуки. Если же ребенок просыпается, то датчики, встроенные в кровати, это ощущают и передают сигналы в процессор, который уже запускает покачивание колыбель и повышает громкость белого шума. Таким образом, ребенок автоматически без помощи матери снова засыпает. Как только датчики фиксируют возвращение ребенка в крепкий сон, то покачивание и белый шум сходят на нет. Сотрудники лаборатории Digital Media Lab завершили проект по созданию реабилитационных игр для людей с неврологическими заболеваниями, к примеру, имеющих нарушение двигательных функций после инсульта. В настоящее время разработка прошла тестирование и внедряется в медицинских учреждениях Испании. Замечу, что виртуальные симуляционные технологии в биомедицине являются частью стратегической академической единицы Казанского федерального университета «Трансляционная 7П медицина» и будут реализовываться в рамках работы научно-исследовательской лаборатории СИМ. В перспективе все наработки ученых будут внедряться прежде всего в инфраструктуру университетской клиники. Это были самые практичные новости науки на сегодня. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok